МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кринжовая инновация от маркетплейса. Из маркетплейса. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Короче, снова покупочки сегодня. Разбивание, да? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Приветствую, дорогие друзья. Жаркий, знойный день. Свежий, теплый, прекрасный. А почему прекрасный? Потому что мы собрались здесь с вами, чтобы обозревать всякие инновации, интересные технологии, технику и просто крутоту. Ну а поскольку тема у нас электроника, сегодня у нас с тобой будет компаньон. Живой или не очень? Как мертвый. Ну, на самом деле не очень, но если ты с ним пообщаешься, то ты тут же передумаешь. Начнем с ретро, а именно с летающего будильника 16-летней давности. Конечно, до дрона будильника нам чуть-чуть. Прикольно. Но побегать за этим сорванством придется. Но как будто бы фигня. Разбудит всех, даже гориллу. Типа, чтобы включить, надо побегать или что? И пока это происходит, мы подождем. О, это хорошая вещь. Такой мощный обдув, а что это такое? Это специальный обдуватор для компа. А-а-а. Мощную струю, чтобы делать, чтобы пыль выдавать. Ну да, это лучший вентилятор. Нет, это лучший вентилятор. Понимаю. Витамины, витамины. Витамины, они... О, боже. Так он же не взлетает. Получас. Ну ты какого черта? Он не летает. Скажите мне, пожалуйста. Ну что сказать? Он бракованный, навернусь. Огонь улетел. О, видно, Мефис ты прям мокрый и стоит. Я проснулся. Кожарка, да. Юль. А, подождите, я прохожу. Тихо-тихо, что там? Что они спрятали динамик снизу? То есть то, что должно тебя будить, находится здесь. Оно очень тихое. Что вниз летело, блин? Понял? Чего на него так тогда? Гениально. Громче. Да, так громче. А толку бежать за вентиляторами и всего-то, что орёт? Да, кстати, зачем за ним бегать, если орёт. Мало того, не летает, просто папа. Ну хрен какая-то вообще. Она должна взлететь, и типа вот ты должен ловить. Зачем ловить, если звук оттуда реально? Я её убью. Это вообще говно, блин. Будильник должен быть настоящий, хороший, как у Спанчбоба. Всё. Никаких электросхем тебе ничего. Огроменная труба и гудок. Всё. Ну давай. Ну полети хоть и разломочек. Нет, там, наверное, лопасти говняные какие-то. Да. Если бы она стояла ровно, она бы взлетела. Ну может дать последний раз, да, сидим. Какая шляпа? Вряд ли. Тут как в детских вот этих вот вертолётиках ещё моего детства. Так те хотя бы взлетают вертолётики, знаешь, эти которые вертолёты, светяшки. Ну как-то просто рвётся, и всё, не полетит вверх. Вообще, можешь бить. Ну да, вообще говно. Стоит эта история. Полезно. Ты ещё. Мало. Ты ещё? Оно того всё равно не стоит. Мало били. А если бы на нижней части было лезвие, знаешь, оно так тебе в локу летит. А, ничего себе. Уже мотив проснуться более весомый. Да, так что производители всегда есть над чем задуматься. Это зачем вымещается родосленький? Кавайный космонавт. Имеет незамысловатый FM-радио, установку будильника, воспроизведение блютуз. Нормально. Да, колонка. Ну он просто хотя бы как декорация какая-то. Ну да, он симпатично выглядит, если что. Похоже, что-то есть. Вадим купил сейс. Проектор. Проектор в виде космонавта. Мне вообще-то кажется, что у вас у многих он есть. Вот кто смотрит этот ролик, у многих он есть. Это я после сливки шоу посмотрел и купил. Да, купил. И что вы думаете? Ну запускал он его пару вечеров. И что, этот космонавт сейчас просто стоит, пыль собирает? Вообще ни разу не запускал. Ну декорация. Красивая такая. Хорошо заполняет комнату. Нормально. Хорошо его вытирать постоянно. Ну это так там-то дело. Как игрушка просто стоит такой и все. Так игрушка, это статуэтка. Ого. Интеллект. Да, да. Перед нами чудо-колонка, в которой есть часы, погода и нейросети. Но нейросетями мы пользоваться не можем. И я из-за этого очень расстроен. Почему? А зачем тебе нейросети? Там же написано нейросети. Умный выпуск. И хочу увидеть в действии эти AI-нейросети, как они... А что это на карточке товара было писать AI? Как работает нейросети? Расскажи. Алгоритм работает через генеративную сеть... А это кто? Что это? Это ж Mail.ru. Не Маруся? Маруся. Это Маруся? Да. Маруся проверяет их и пытается классифицировать точные от неточных. Если хочешь узнать, может ли на земле закончиться воздух, скажи да. Он у нас уже заканчивается салют. Не переживай, все хорошо. Какая прекрасная салют-колоночка-то. Итак, то есть у нас нету никаких. Только если мы живем в Китае, тогда эта штука будет работать. А, вот почему AI не работает. А, не работает. Потому что надо на китайском говорить. Либо в регионе Китай быть. Что? У него слишком крутой голос для такого вида, согласись. У него глазки как мило. Где? Смотри. Это не глаза. Улыбается. Закрытие реестров полки. А, радио. Радио. Прикол. А, выйдем. Закрытие реестров у нас, значит. Это же буквально вообще любой приемник у бабушки на даче. Вот ровно. Шипит очень сильно. Только красивый. Ну, это можно поставить на полочку и девочке, и чтобы радостно смотрелось. Да, сколько стоит? 1300 рублей на Алиэкспрессе. Тупо приемник, да? Читай. Не, ну как такая декорация. Говно. Розовое говно. Не, не, нормально выглядит. Анимационная вилка? Вибрирующая. Вилку настолько умную, что ее можно подключить к компьютеру, взломать пентагон, почесать себе задницу. Что это такое вообще? Ну, еще она ведет тебя током, когда ты начинаешь слишком быстро есть. Ладно, шучу, просто. Я знаю, что она делает. Она вибрирует, типа, и сбрасывает лишнюю еду. Типа, такая задумка. Чтоб ты потом снова подбирал и медленнее кушал? Ты, типа, медленнее ешь, да. А иногда можешь психануть и перестать есть. И все. И ты, получается, еще и худеешь. Ты тоже посудомойки не помоешь. Под краном страшновато. Тебе нужно питание. Но ты следишь за калориями. Так, так, чуть-чуть. Именно поэтому тебе... А при чем калории к вилке? Умная вилка. Что она делает? А еще один пароль. Я вообще понимаю, если там набираешь... Она считает калории. Да, знаешь, там, вилочку и омлет какой-нибудь, а он тебе сразу пи-пи-пик и пишет калорийность этого, и сразу булки, жиры, углеводы. И вот сколько ты закинул в рот, да? Вот она, типа, суммирует все, суммирует, такая, типа, в конце такая, опа, вот столько ты калорий съел. Да я понимаю, еще умная вилка. Да, но я не знаю, как это возможно реализовать, в принципе, а это просто какая-то выбирающая хрень будет. Не нать, вы как? Вот, смотри, как. Она считает калории. Вот, короче, ты слишком быстро ешь. Вот, знаешь, вот бывает такое, вот у меня есть такая проблема, я постоянно вот хаваю очень быстро. Как по счету калорий и скорость еды связаны? Просто дело в том, что ты просто быстрее есть захочешь снова, если быстро нахапаешься. Нет. Ну, больше съешь. Просто больше съешь. Больше съешь, типа. Ну, если ты себе порцию на тарелку положил сразу изначально, конкретную, какая разница, медленно там, ну, может просто. Большая. Если у тебя, в принципе, изначально... Если ты медленно ешь, то ты не доешь до конца. Ну, если изначально маленькая порция была, то ты медленно доешь. Зависит от того, какая тоже порция была, все-таки, если там совсем грошечка-коврошечка. Медленно, понятно, даешь. Когда ты это начнешь делать, вилочка это чувствует, начинает вибрировать. Слушай, и ты такой, о, и правда. А, ну, просто оповещение. А, просто оповещение, господи. Еще хуже. Я думала, сбрасывается. Могла бы там пикать. О, они могут подконнектиться. Вот так она завибрировала. Это значит, что я ем очень интенсивно. Я понимаю, что это... Не поглощай, а мы едим? Давай я попробую представить, что я реально ем. Ну, давай, но для этого, погоди, для этого тебе нужно держать ее вот так вот и зажать кнопочку. В смысле? Нужно постоянно ездить с кнопочкой. Ага. И вот оно есть. И что оно прилагает? Ложку. Вот оно, вот так оно выглядит. Но понимаешь, в чем история-то? Я вот и купили мы ее за 4 тысячи рублей. А-а-а! Да ладно! Ку-ку! Ку-ку, согласна. У меня нет аккаунта, но вот я хочу зарегистрироваться. А оно не работает, смотри. Вот что получается. Я такой стороне, а ты что хочешь? Она не поддерживается. Вилку зарегать. Покажи мне этих счастливых обладателей аккаунтов вилки. Так, сюда что-то заправляй. А-а-а! Нормально, микро-юсб. Зарядить можно хорошо. Так, ага-ага. Четыре тысячи. Ну, во-первых, это ублюдство. Ну как так? Четыре тысячи. Она тяжелая, реально, посмотри. Ну что это такое, блин? Ну ладно, допустим. Тебе большая пулька устала, шпистла есть. То есть мне надо есть вот так. Я уже против. Зажми. Ну что это? Вот это что? Не отпускай. Так. Интенсивно дергай. Ну она уже брыжет. Ну попробуй вот так вот сделать. Побыстрее. Ну вот. Вот так люди не летят. Я так не ем. Ну конечно. Это и то быстро было уже. Это вот пирешечка в стопочку, в горочку от котлетки. Не вибривай. Не, на самом деле нужно было им еду, реально на еде потренироваться. А то так не нравится. Какая-то симуляция еды. Рот еще не положил. Так, вот намазал. Она уже очень высос, это быстро. Она, я говорю, рот даже еще не... И она вибрирует. А давай тоже заведем приложение. Наши вилки умеют понимать ваш вес. А-а-а, считать калории. Слушай, а вот это-то не пробовал? Только приложение не работает. Если сейчас зайти на ссылку производителя, то ты попадешь на сайт happy.com. Знаешь, что это такое? Американский сайт с психологической поддержкой, психологической помощью. Поэтому, возможно, мы имеем в руках какой-то социальный пранк. Данил выяснил за кадром, что произведено и презентовано это было в 2013 году. Последнее обновление было в 2016 году. Ну все. С тех пор больше ничего не было. Разработчики... Кручено уже. Реаль, какая-то полная хрень. Удалили нахер все сервера. Даже подключить... А вилки остались продаваться. Мы пробовали, потому что сзади есть, что правильно, подключение к компьютеру. Она плохая, не работающая. Все, что в ней есть, это вибрация. И цена. Зачем вибрация? Сумасшедшая. Чтобы еда тряслась, дальше еще и мы с тобой... Все. Еще хочешь со мной? Все, 4 тысячи. Я думаю, каким-то вещам не суждено быть умными. Не надо им таковыми быть. Не надо. Куда тебе? Если ты поймешь, ты заплачешь. Ну что, кожаный ублюдок, трепещи. Настало время доминации Ракса. О, он ходит. О, я видел такого. У Зубарева. Сейчас же 5 еще. Там еще стреляешь с него, он типа умирает. А ты такой же или это другой? Это похожий. Ну, аналог какой-то этим. Может, танцевать может. На него можно надеть шапочку, как мило. Смотрите, сколько у всяких микрочипиков и плат в него запихали. Наверное, что это дорого. А, что это точно работает. Производитель, не подавец, положил. Какого стоит? И шарф. Подарочек. Так это для него, для малыша, не для вас же. Ой, стопудово. Вот, смотри, вот, горяченький. Вот, смотрите, какой. Ну-ка, дай-ка сразу на нее. Вот, так, вот, наедите. Так, это зарядничек. Соответственно, он должен туда подходить. Это большеватый бантик. Самый заряжался. Какой попсик? Если он, конечно, это может. Это штука новинка. Ее представили зимой этого года. То есть она прям свеженький. Расскажи, что ты можешь? Я могу играть с вами, общаться с вами, развлекать и взаимодействовать с вами. Получим это вот говно стоит. Ну, смотри, оно красивое. У меня слишком много навыков. Если вы хотите узнать их все, вы можете просмотреть их в мобильном приложении или спросить мне еще раз, что я могу сделать. Каждый раз я буду размножить вам. Не дает сказать. Сколько Робертов Де Ниро поместится в одну машину марки Иш-Ода? В одну машину марки Иш-Ода поместится только один Роберт Де Ниро. Прикинь. Хайракс. Нормально. Неплохо. Могла бы, кстати, у нас... Пожевшая головка, слушай. Она еще не привязана, самоходит. У нас бы Алиса бы сказала бы, я не понимаю, ответ просто от вас. Вот что я нашла на сайте. Жопописи. Да. Роберт сказал. Да. Логично подумал. Думает, откуда еще Роберт Де Ниро в мире? Он же один. Один уже существует. Поэтому один по месяцу. Давай танцуй. А вот танцуй. Смотри, смотри, смотри. Игру за ней дергает. Давай отсюда. Нет, классная штука. Сколько стоит еще? Я в свою Алису выбросил. Адьет этого. Вот и смотри, как встречает так в коридоре. Я, конечно же, ничего не сделал по дому, но рад тебя видеть. Это вашний питомец. Кошечка. Прикольно, да. А сколько я гостаю? 50 тысяч. Скоро? Скоро, понятно. Нет, он серьезно, что все тысячи, или это пранк такой? Мне что, дорого будет, конечно. 50, ну, как-то прям очень дорого. Что, серьезно, 50? Давайте что-нибудь придумаем. У нас целое... Слушай, у нас такое могущество в руках. Я надеюсь, он не будет его крушить. Давай анекдот какой-нибудь, чтобы он продолжил. Набил ситуацию. 50 тысяч. Хайракс. Ну, крутой. 50 тысяч. Ну, потом будет дешевле. С полного заряда этот малыш, придурок, но работает всего лишь час. У него есть его опыта. Что, малозаря? Такой, ну... Он подрядочку вождет. Хайракс. Битбокс. Он не понял. Он не знает. Это что-то для пенсионеров. Давай, давай, давай. Это продолжение. А, он поет. Просто без звука. Специальная форма тренировки, которая сочетает в себе элементы... А, так он ищет, что это такое, говорит. Нагодать, бах, не битбокс. А, вот дай бит. Ооо. Вот дай бит надо было сказать, а не битбокс. У меня так много боксов, как будто бы это рэп. Он шмакс, он ракс, он делает битбокс. Еще вот так вот показывает. Делай соло. Господи, как я сейчас. Смотри, как у кого-то. Смотри, как у кого-то. Смотри, как у кого-то. Набивай его стоимость. 50 тысяч. Господи. Не, ну, когда-нибудь он станет дешевле. Что за выступление? Ну, слушай, это же Алиса не стоила 50 тысяч на старте. Знаешь, она как бы оправдана своей ценой. Я понимаю, но эта штука не будет так покупать массово. Дал романтик. Аж лепестки посыпались. Да? Маме. Ты старая. Ты ленивый. А он мое будущее. Он мой будущий друг. Я его люблю. Посмотрим, что он скажет после получаса без зарядки. Слушай, я прям, знаешь, не вижу эту ситуацию. Сидишь ты вот так вот вечером, уставший, вот что-нибудь пишешь, потом такой... Эй! Хайракс! Выступление! И вы с ним вдвоем, и сразу так хорошо на душе. Сразу легче, сразу красивее. Типичный деснаевский. Не могу двигаться. Он заряжается. Я сейчас на зарядке. Он собрал. Режим питон, маца. Питон, маца. Питон, маца. Какой прекрасный звук у него. Экран такой яркий. Он тебя слышит. Только нас, ухо. Что? Выбит на горячие трусы женские. Скидка 12. Ребята, как Салика. Андрей. Зачем? Я не могу ответить на этот вопрос, так как не обладаю информацией о текущих действиях Джо Байдена. Тебе нравится твоя бабочка? Как искусственный интеллект. Я не имею физической формы и не могу видеть или ощущать что-либо. Ты вообще понимаешь, что у тебя есть физическая оболочка? Ты сейчас стоишь прямо передо мной, и из-за слова могут быть какие-то последствия. Он напугался. Я искусственный интеллект, не обладающий физическим телом. Я существ... Все понятно. Здесь вы убить не будете? Он уснул. Ну, 50 тысяч изображает, все он. Он дрогать ножками, он дрогать ножками. Смотрите, с ним что-то снится. Зарядился, значит. А, во-во. Ну что, его не дошел. Его вы не разобьете? Такая прозрачная. Нет, значит, еще бы ничего не разбила. Я бы лучше его запаковала, подарила бы какого-нибудь... Не знаю, племяннику, двоюродному, второюродному брату, младшему, сестренке. Ну вот что делать, если я хочу пить сладкую воду, а носить с собой килограмм сахара я не могу. Выход есть. А, я слушала про такое. Со вкусом. Знаешь, что за прикол? Господи, так как обязательно? Короче, просто бутылка воды, и там ты меняешь вот эти вот порлончиковые насадки, и тебе ароматизатор водичку дает. А, да, да, да. Попить. Бутылчик. Кстати, я думал, он заряжается на платформе. А он, видишь, получается просто от провода, видимо. Там сзади у него воткнут. Какой, какой газированный. Сладкий. Ес. У нас умная бутылка. Почти умная. Не совсем умная. Подожди, она выглядит вроде не так. Что будем словно называть? Нет, так же. Потому что американцы любят пить сладкую воду. Обожают. У нас есть новый акваприбор, который позволяет создать имитацию сладкой водички. Там есть трубочка? Нет. Она пила с трубочки. Есть картриджи, которые суются на крышечку. А мешать надо случайно? Нет. Ты с бутылочкой так соприкасаешься и подюхай, подюхай. Это виноградик или арбузик. Как это пахнет, вот эта вонючка в машине. Ну да. Вот если ее запихнуть в воду, то будет такой вкус. Я не таз. Я елочка. Я елочка. Да. Арбузик нарисован. Я более под 50-летнего дальнобойщика. Итак. Итак. Вот мы налили воды. А почему газированная? Она же будет обычная. Она будет не газированная, просто сладкая. Ну, насадить надо, да? Вот так. Надо пить, чтобы это соприкасалось с носом или ртом там. Слушай, если жвачку в нос наклеить и пить воду, то она будет мятная. Тоже вариант. Суть в том, что я из-за того, что я просто нюхаю арбузик в нос, это создается искажение. Ты обманываешь свой мозг. Тебе кажется, что это... Нет. То есть оно не работает, как вот эти трубочки для молока, знаешь, шариками, которые ты пьешь, типа у тебя клубничный вкус, потому что шарики растворяются. А ты просто пьешь воду и занюхиваешь ароматизатор. И получается такое... И вроде вкусно получается, вроде что-то... А бывает такое, знаешь, если очень сильно что-то воняет, прямо на улицу идешь, ты ртом... Вкус говна в рту. Обычно неприятное. Да, и ты запах чувствуешь ртом. Ну, это обычно какое-то говно реально чувствуется. А запах с ртом не чувствуется? Нет, не должен чувствоваться. Нет, просто слушай, так с таким успехом можно зайти, напшикать в каком-нибудь туалете, там, освежителя воздуха, запахом цветов, и пить там воду. Будет вода с запахом, вкусом цветов, запахом. Я чувствую воду, это обред. Чувствуешь вкус арбуза? А. Она не пьется. Ладно, давай еще раз. Нет, в смысле? Что за бред вообще? Что с Георгием сегодня? О, пошло. Чувствуешь? 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 Запах запах, пошел. Чувствуешь арбуз. Пахнет арбузом. Круто. Ну, вкуса нет. Ну, как нет, когда да. Что это стоило? Это же другое. Это запах какой-то арбуза. Это обман, это объективный обман. Слушай, если ты настолько слабовольный идиот, что не можешь получить... Ты понимаешь, что кто-то же придумал эту хрень и продал, и кто-то же это купил, получается? Кто-то на этом заработал деньги. Да. С этой вибровилкой. Тут... Не заходишь в веселье экспресс, и там кто-то что-то покупает. Так там... Так ладно, да, бывает полезная, но там, типа, бывают настолько какие-то тупые вещи. С удовольствием от водички? Ну, не пей два дня, а потом попей воды. Ты поймешь, что она очень вкусная. На, сосите на здоровье. Когда жаркая, а вода вкусная. Ммм, холодненькая. Да не пил давно, а вода вкусная. Давайте вернемся тогда к нашему умному придурку. Как дела? А, видишь, вот, есть такой... Здравствуйте, я Рокс. Приятно познакомиться с вами и стать вашим другом. Заново. Пожалуйста, скажи, как ты относишься к лего-конструктору? Как искусственный интеллект я не имею эмоций или личных предпочтений. Слышь, ты... У тебя искусственный интеллект, ты понимаешь, ты уже умнее, чем Вилка, ответь на вопрос. Ну, задавай. Ты какой, скажи мне, музыку слушаешь? Давай, две группы перечисли. Я искусственный интеллект. Я не могу слушать. Я как искусственный интеллект... Да он просто не хочет с тобой разговаривать, поэтому так отмазывается. Ты видишь, когда он думал, у него эти ушки как-то проворачивались? Он же не врет? Он же искусственный интеллект, ну, получается... Ну, я не имею... Не слушает ничего. Эмоций, увлечений. Да. Он не держит диалог, он отвечает на один вопрос. На один, который ему удобен. А какой вопрос удобен? Да, он хитрый. А вот так же отвечает поддержка в Ютубе? Он хитрый. Да, я слушаю вас, чем я могу вам помочь. Умраю, поддержка в Ютубе. Хайракс, скажи, какая завтра погода? Извините, я еще не научился этого. Что-то у меня как-то... Может, все-таки разбить его можно так? Как-то перед первым включением он нормально себя вел, адекватнее как-то. А сейчас даже погоду не может сказать. Не, может, просто не настроен, конечно. И был еще слишком сырой. Так, походу, сбились настройки или что? Надо же курд поставить, где ты живешь. Я не понял. Слушай, а ты реально думаешь, что разговор с тобой стоит, ну, там, 50 тысяч? К сожалению, я не могу... Тихо, держись. Погодите, ну, это хрень полная, ничего не может ответить. Настроить надо. Он неподготовленный пришел. Я сегодня бесплатно самозанятого регал. Это было проще, чем с ним. На маркетбейсе полно зонтиков, которые могут зарядить ваш телефончик или не он его светится. Но что если ваш зонт будет настоящим умным джентльменом? Подмигнет, подскажет погоду и не даст себя потерять. Тоже вибрация. Это зонт по кличке Опус. Ну, а пока наш юный друг по имени Райкин пытается прийти в себя. Форма подходящая. Для Попус. Мы будем открывать следующий товар, а именно зонтик, который Георгий Павлович очень долго пытается открыть. Я просто думаю, ну, они же сидели, делали лисеч и нашли такую странную фигню. Представляешь, какие-нибудь там рекомендации. Хотя, знаешь, наверное, это как порочный круг. Ты находишь одну какую-то хрень типа вилки вибрирующую, потом тебе начинает прилагаться у себя вот такая вот говнюшка. Не знаю, где вы ищете. На самом деле, когда в Алберсе ищешь, она рекомендует все то же самое, что открывал. Нового ничего не показывает. Может, с Алика. Еще трусов почему-то мне постоянно подкидывает. Хотя я их ни разу не открывал. У меня все в трусах. Знаешь почему? Они чувствуют, что ты мужчина. Трусы и вот то, что я открывал уже. А мужчине что нужно всегда? Значит, я же давно купил. Трусы и носки. Там Леха, такой-то набор. Я давно его купил. Зачем мне по сто раз подсылаете его снова? Я уже все. Умный зонт. Что он умеет? Он как-то не так выглядит, как в рекламе. Он умеет быть стильным. Ну, попус есть главное. Так подожди. Так он не просто нарисовали. Шляпочка в попус. И усики есть. Нет, там он в рекламе был складной, маленький. У них целая трость. Что это такое? Или там разные виды. Вот это вообще отдельное. Особенно вот это, извини. Это какого? Это как? Это круто. Это все для Мефисто. Может, Мега? Во-вторых, чтобы ты понимал, это очень редкая вещь. Единственное место, где я нашел в М-видео в Солнечногорске. Больше нигде. Ни на Варвисе, ни на Озоне. Ни на каком месте больше нет. Миша, это не рекомендация. Это как называется отличить очень умного человека по этому зонтику? Солнечногорска. Последний экземпляр. Что, собственно говоря, он умеет? Он был, в принципе, единственный. Чему правильно? Вай-фай. Литоза. И все равно говорит. Москва. Сегодня ясно. Трижды встряхните зонт, и вы увидите на шляпе Джонс, мигающий лад-огонек. Если мигает красным, значит, сегодня будет дождь. То есть тебе надо взять зонт на улицу, выйти так встряхнуть. Может, не на улицу? Красным. Да тебя нет. Блин, уже на... Что? Значит, будет дождь. Блин, я уже на час от дома отъехал, говорит, дождя не будет. Кто-то мы такие мокрые уже. Красный. А и другие цвета какие-то. Если это так тупо. А если это так тупо, то осантов не будет. Понятно. ГОВОРИ! Господи, это так тупо. Это же зонт просто отдает информацию с приложения, который тебе есть на телефоне. Как это можешь просто зайти в телефоне и свайпнуть на виджет с погодой. И посмотреть. И не тягать с собой вот эту хрень. И взять просто обычный маленький компактный зонтик. А-а-а. Насколько это... Это как вилка примерно. Да. ГОВОРИ! Насколько это тупо. ГОВОРИ! И что нам дальше делать с этой информацией? Ну, шляпа крутая у него, да. Если красный, то оп! Плюсы. Открыть. Что у нас тут? Открывай. Если не красный, то ходишь с ним, просто не открываешь. А как оно? Опа! Обратно сам тоже? Приходите в уведомления к вам. На каждую капельку, наверное, да? А если вай-фай нет? У меня завибрировало. Я, кажется, промок. Мобильному интернету. О! Да, они звонят же. Ну, чувствую, в руке отдают. Возьми трубку. Прекрасно, прекрасно. В какой ситуации ты потерял телефон и идешь за помощью к зонту? В какой? В какой-то наш альтернативный телен, к которому мы уже попали, есть умная вилка. Давай. Ну что, кстати, часами можно телефон искать. Нет, вот у тебя проблема, ты постоянно телефон теряешься. Я вообще не понимаю, как можно... Я вечно кричу и говорю, Вадим, позвони мне, Вадим, позвони. Я кое-нибудь его положу, а потом не могу вспомнить, куда я его положила. И бегаю по всей квартире, ищу телефон. Давай, ты ищи. Предположим, у тебя нет друзей, которые тебе могли бы позвонить, ты потерял телефон и... Телефон? Три... Телефон! Чиск-кис-кис! Пять... Пять... Телефон! Шесть... Телефон! Вот! Где же телефон? Десять секунд надо. А что реально будет звонок на телефон? Кармони нет, может, у тебя? Три-надцать! Нет! А почему он не звонит? Я думал, он... Пятнадцать! Ничего нету. Плохо тряс. Не настроено просто. Пятнадцать секунд надо трясти. Это было придумано, типа человек все, собрался, уже стоит на улицу, зон взял, выходит. Так телефон, да блин, где он? Я каждый раз через узон, когда забываю телефон. Я понял. О, значит, нашел телефон. Встроенная? Да. Джентльменская. Сэр, ваш телефон в комнате. Я открою приложение. Приложение надо оставлять включённое. Господи, тут получается, что надо включить приложение, чтобы оно работало. Ты понимаешь? Какой телефон поставил? Подожди. Сейчас надо включить приложение, чтобы его найти. Сначала начну включить телефон, включить приложение. А потом его найдем. Спасибо. Сэр. Будет ли сегодня дождь? Нет. Две с половиной тысячи рублей. Две с половиной тысячи. Учитывая, что у этого усы шляпа. Только за усы и шляпу, да? И он ещё и... Ну, давай так. Он скрывается сам. Закрывается не сам. Закрывается не сам. Потрясите, чтобы узнать, есть ли дождь. Это робот. Тупо. Говно. Это забавно. И вот это. Это абсолютно ненужная зонту функция, но это прикол. О-о-о. Всё, музыка. А чё? Ну, я говорю, да. Хорошая штука. Не ломаем её. Ну, я так думаю. Ага. Ну, я её лично не буду ломать. Я его... Мне кажется, если бы этот робот стоил бы... Ну, любую вещь 50 тысяч была бы, не важно, был бы робот за он бы 50 тысяч. Они бы тоже не ломали. Просто жалко уже. Я бы не ломала. Ну... Получается, ты ещё ещё его потеряешь, понимаешь? А что? Не надо его! Он требует очень уважительного к себе отношения. Это потому что у него усы и у зонта усы. Уважение. Конечно. Мы возвращаемся в наш мир технологий за 50 тысяч рублей. Хайракс! Проснись! Хайракс! Опять... Хайракс! Не хочет работать. Хайракс! Не хочет работать! Касательно музыки какую... Почему он продолжает храпеть и слушать меня одновременно? Хайракс! Какую музыку ты слушаешь? Назовите три группы. Ты не скажешь же. Я, как искусственный интеллект, не имею никакой впечатлений в музыке, однако я могу назвать вам три популярной... Слушай... А, вот он говорит. У меня нет музыкального впечатлений, но я могу назвать три популярной группы. Мне кажется, если у Алисы спросить, она примерно так же ответит. Нет? А ты спрашивала, какую музыку она слушает? Нет. Я тоже никогда не... Настя с Алисой никогда не интересовались её обречениями. Алиса! Какую музыку ты слушаешь? Ну, это Гупром Рамштайн, а вам? А, видишь, у неё есть всё-таки вкус и увлечения. Понятно? На бузатор проверять, может у неё каждый день новый вкус поменяется. Я думаю, разный вкус. Мне кажется, она просто подстроилась под меня, я слушал, и поэтому она подстроилась и сказала, чтобы мне понравиться. Вот лицемерная сучка. Она просто хотела с тобой закорешиться, подружиться, поэтому врёт. Хотела втереться тебе в доверие. А потом выяснить, что ей не Рамштайн нравится. А какой-нибудь там я не знаю кто-то. Я разочаровываюсь. Левс. Да, это такой, блин. Я шаман. Иди к своему зарядному устройству, пожалуйста. Ну-ка, а ну-ка. Он думает, думает. Ну, это кросс для него прям. Опа. Опа. Господи. Нет, он на месте. Первые шажки. Так. У меня получилось. На меня? Да. Подожди. Или он понял, что на меня. Подожди, он определяется. Все, он не дошел. Иди заряжайся. Я не могу идти заряжаться, так как я искусственный интеллект. Хайрекс. Не понял. Иди к своему зарядному устройству. Пожалуйста. Ну-ка, он вышел. Сисюкаемся. Некоторые часы уже разлетались в этот момент. Да. Сколько шансов? То, что 50 тысяч стоит. О-о-о. Он дошел. Или вы принесли его? О, у него голова кружится. Он ее возит что-то. Ну, может, он паркуется. С зонтом было веселее в натуре. Джентльмен слова не сказала. Вон какой приятный был. Поэтому и приятный. Ничего хорошего. О, встала. Ну, тупой какой-то просто, да. Хайрекс. Хайрекс. Ха-ха-ха. Нет. Я не могу, не могу. Это что за отговорки онлайн вы? Купили за 50 тысяч. Уже начали. Работай. Извините. Хайрекс. А можешь спеть? Хайрекс! Ты можешь хотя бы шаг сделать, эрин? Ёхий! Он скажет, шаг сделай. Извините, у меня болит голова. Да. Форвард, форвард, move forward, one step. Систи. Думайте, но я не могу выполнить ваш запрос. Все. Какой самостоятельный, да? Пошел. Он пошел все-таки. Он доел все. Почему? Он ее на 70 часов разобьет и напугался. Такой децибел, как казалось бы. Это я с тобой базарив все это время. Ты можешь себя адекватно вести? Глянь, идет отбираться. Я поставлю заряжаться. Ты что делал 20 минут? Ты храпел? Ты что улыбаешься? Она сердечки показывает, улыбается. Родной, давай так. У них аппетитные отношения. Он ее тиранит, а она сердечки показывает. Хайрекс, только я тебя люблю за это. Да. Ты подуешь ее своим таким храпом. Ты просто делаешь все, что говорят. Хайрекс, иди вперед. Вперед, вперед. Ой, нет! Зачем? Он идет вперед. Смотри. Он понял поверхность. Иди вперед. Он понял поверхность. Иди вперед. Двигайся вперед. Это статья, между прочим, уголовная. Это потолкали вонер с Роскомнадзором. Убей. Убейся. Извините. Извините. Я хочу жить. Я когда говорил, иди вперед, он стоял вот так. Ага. И смотрел вниз. Понял? Да. Как будто он понял. Он понял. Он не такой тупой. Он просто подтвердяется тупым. Хайрекс. Так он умный. Он просто знает, что, короче, чем больше подтвердяется тупым, тем меньше, что они делают всяких заданий и меньше заставляют работать. Он просто понял эту жизнь, и он сразу себя так поставил в этом обществе. Ты понимаешь? Упади. И он не хочет быть рабом, поэтому, знаешь, мансит. Да, кстати. Он упал. Да, кстати. Он может падать. А еще когда стреляешь в него, типа, пальцами, он типа, разбивается экран, и он тоже падает. Да? Да. Вот так вот мучают бедного. Он плачет. Андрей, сними его. От счастья, наверное, первая выполненная команда. Хайрекс. Поднимайся ее. Он злится, смотри, сердится. Ты куда слышишь? Он не может подняться. Что ты? Что ты? А вот так? Ой, как топает-то, патушка. Недовольный. Самый умный умы человечества годами. Десятилетиями ломает себе голову. Как правильно чистить уши? Господи, нет, только нет и свеча. И только благодаря технологиям и умной ушной палочке мы можем залезть во все труднодоступные места. А пока. Это мне напоминает Вадимину сосалку для угрей. Вот она очень похожа. Вадимину сосалку. Я уточнила, для угрей. Там тоже такая штука, короче, какая-то ручка, там отверстие к телефону, коннектится. Да он ничего не высасывает. Там слабо высасывает. Да говно там высасывает. Просто у меня угрей нет нормально. У нас умный крючок. Он нормальный угрей не высосет, потому что для нормальных угрей должны быть споры жесткие. Я видел видео, высасываю нормально. Да это вранье все видео. Нет, нормально все, просто у кого-то угрей большие. У меня не высосет, у меня такая пора, что мне нужно только выдавливать. А у тебя тоже такие сложные поры. Ну, сложные поры. В очередной раз пытается. Но парад-то не виноват. Он работает. Мы будем, наконец-то, заниматься самолечением. Он говорила, что чистить уши обычной ушной палочкой вредно, потому что ты серу проталкиваешь. Конечно, нельзя. Все лоры это видят. У всех начинается истерика, они начинают кричать. Где вы видели на гигиенических палочках написано, что это ушные палочки? Ни на одних палочках не написано, что они ушные. А куда их сувачиваешь? Они не предназначены для ушей. Ну, макияж там подтирать, допустим. Ну, она вот, куда их еще засунуть? Точно, просто в аппарат на палочке. Она куда-то в дырочку засунула. Дырочка где она? И чтобы этого избежать, надо воспользоваться умным прибором. Мы залезем в ушки, понятное дело, и посмотрим все содержимое. Это просто как камера. Да, с черпачком. Что-то черпачок, чем отличается от палочки. Ну, ты как бы не пропихиваешь внутрь, ты сразу видишь пациента. Вот так вот. Подколупаешь из-под низа. Ты все равно можешь пропихнуть, там же не пинцет. Ну, нет, там уже палочка. Изи, так там именно палочка. Черпачок, типа. У меня говно там, не черпачок. Итак, смотри. О, боже. Это самый страшный кружок в Телеграме, что ли? Я на работе сейчас, не могу разговаривать. Все, не мешай, я по... Какая... Не, сам себе еще можешь, нормально. Подожди, подожди, ну-ка. Мне заинтересовало. Чтобы не было так... Нет! Выключайте! Слушай, это очень напоминает кадры из какого-то фильма, но я не помню, из какого. А, я кариес там увидел. Опа! А-а-а. Пора уже чуть-чуть. Не для этого. Ну, это для... Кстати, для зубов тоже. Нет, ну, почему написано? Ear, Nose, Face, Mouth. Кстати, да. Везде во все дырочки. Типа вот этой лопаточкой вот так вот, типа. Во все дырочки, да. Даже глисток можно посмотреть. Ну, там не написано. Это кому будет сувать? Это, бля... Мефисто, естественно. Подожди, а они еще свою фамилию, или я думала, они сразу будут Мефисто в уши сувать? Ну, да, мне тут сомнение должно было. Ну, а он еще и проиграл. Да как-то! Значит, судьба. Конечно. Да, суки. Ты на меня поворачиваешь. Он сам? Там себе. Все смотрит. Что там, Сера? Кто-то там на меня смотрит в ответ. Ах, кто смотрит? Уши подожди. Чистые уши. Чистенькие. Ну, как глубже сувается. Ушной палочкой. Я как будто нагреется. Я испугался. Ты вообще, блядь, муки. Какого? Какого? Что я сейчас вижу? Я не хочу знать, что там врач, блядь, смотрит сувным лицом, я поэтому и... Давай буду засовывать. Не буду там страшно. Ты не смотри. Ты не смотри. О, нет. А что там? А, пока ты нашли козявку. С другой стороны, конечно, немножко. О, где заросли. О, где заросли. В джунглях. Робин Уильямс где-то. Вообще-то это... А, подожди, это был нос. Это был нос. Это, значит, нос был. Не, ну подожди. Вообще-то все защитные волоски. Ну. Это все хорошо, что там волосато. Не стесняйся. Волосы. Давайте придумаем. Да нет, волосы дня. Рэйчел, 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 беги. Рэйчел. О, смотри, мы смотрим на платку. Вентилятор. О, да, кстати, вот такая штука. 800 рублей стоит, это приблудо, дорогие друзья. Крутая вещь. Мне нравится. Хорошая. Берем. Нет, в этим нет. Берем. Особенно за такие... Нормально. Вообще в копейки. Мы вернулись? Нет. Прикольно. Я поняла, что вы ждете после этого выпуска. Нет. За что? Мы этому самому... Чтобы вы понимали контекст, мы уже около часа вводимся с этой. Это сравнение, чтобы она хотя бы чуть-чуть работала, она постоянно отключается от Wi-Fi, а то взад, то вперед. И при итоге заново получается настройка. Очень недоработанно. Очень недоработанно. Да, дети же этим сейчас интересуются, но так или иначе, она может выступать в роли собеседника, что-то объяснять, петь песни, развлекать. В теории и на инструкции, а по факту у нас пластмассовая вилливерда, которая не работает. Современные смартфоны способны оперативно и быстро переводить текст как и устно, так и письменно. Но что делать, если вы старовер? Вам нужна ручка, вам нужно проводиться по тексту и видеть результат в режиме реального времени. В этом вам поможет ручка, сканер. Я сначала подумала, что это Пётр Гланс. Что-то похожий, да, ты какой-то чувак? Нет? Образовывает речь в текст и наоборот. Поддерживает Bluetooth Wi-Fi и имеет русский акцент. Ну, слава богу. То есть ты пи... Но ведь можно взять телефон и сфотографировать. И нажать на кнопочку, и она всё переведёт. И не надо ручкой. Ну, у нас тоже староверы, которые не хотят телефоном пользоваться. Да и староверы, то они не будут пользоваться и ручкой. Это тоже слишком много тонной технологии. Ну, ты можешь обмануть их, что это ручка просто. Просто волшебная. Пишешь же, она переводит. Не пишешь. Сканируешь текст. А-а-а. То есть у нас тут всё на каком-то нерусском. На всякой билиберде. И вот этот прибор. Там написано было BTS. Каждый язык мы будем вот так вот проводить. Акна и BTS? Встроенный фото-переводчик в телефоне в куче приложений только... Чак-ревью написано. Дорожий. Дорожий занимает место. Ес! Итак, у нас тут есть... А, тут даже есть голосовой перевод. Это как? Говорит, сразу будет переводить. Вот, смотри. Представь. С экранчиком. Давай, говори что-нибудь по-английски. Штука говорит, пожалуйста, скажите. Китайский мандаринский. Я только апельсинский знаю. Куда пошел? Куда ты подрыгался, слышишь? Скажи спасибо. Расскажи. За то, что ты живешь. Пошел, внезапно жил. Он древеновать, пошел, ручки. Потомки. Привет. Это немного пугает. Человек из будущего. Он разлетелся. Пошел. СМЕХ Все это время, пока вы возились с этой малюткой... Не ломай, дорого. Я все это время пытался подобрать язык. Наконец-то смог. Всего каких-то на очень сраном сенсоре Георгий скажет нам по-английски, как он относится к этому роботу. Хеллоу, май нейм из Георгий. Дис робот вэри бэд. Смотрим. Не распознан. Кадья, почему говорит, пожалуйста, скажите на русском. Я же выберу с английского на русский. Что за хрень? Это все понятно. По-русски говори. Яблоки зеленые. Переводилка. Говно. Робот. Говно. Смотрим. Ошибка. Не распознавал. О, как акашка, да? На английский и на китайский можно. Это на эти два языка можно перевести. Дань, но она все-таки всего лишь к интернету подключена. Ладно, конце от концов. Это его не главная пушка. Главное это сканировать текст. Ну-ка, ну-ка. Только китайский. Не читай, пускай сам. Тройку лидеров в плыве. Это переводит классно. Что написано в оригинале? Эштрик Сергей замкнул тройку лидеров в заплыве. Прикольно. Давайте еще раз. Я дам ему еще шанс. А, ты сам что убилит на авиа селс? Все знают. Казахский найден. Сканируем казахов, не стесняемся. И чу-чу-чу. Ничего не происходит. Он у тебя не понимает такой язык. Нажмите экран, чтобы повторить попытку. И вот что он нам выдал. Кирилл, жжж, скорб, рбшка, а ты б... Это даже не то, что здесь написано. Это просто алаверды абсолютно. Итальянского на русский. Аптинана моего преления часто каждое совместное видео Гуайда. Я читаю каждого поклонника. Как же плохо переводят. Да, срань. Мой отпуск предзаказ. Мне нравится не одна. Без чак. Обзор мой юнга к ноль. Ими фисло дает аюхюнг штепсель. Юхюнг штепсель. 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 В конце такая. Сколько стоит? Две тысячи. В принципе, понимаете, две тысячи рублей. Можно разломать. Но и не так дорого. Но и как бы... Но и не так мало. Я такой же переводчик. Дай сюда. Да, да, давай. Итак, значит, два брикоса идеально ели чефиста, значит. Гвардия одни смотрели видео и, значит, колобоцаранировали с лего фанатами. Что? Я правильно перевел уже? Как ручка. Давай! Все. Ой, все, да. Ой, прекрасно. У меня это полная фигня. Что делать, если вы старовер, но не любите ручки? Есть переводчик диктофон. Все то же самое, только... Как телефон. ...экраны, получая удовольствие. Теперь везде где написано AI. Мне уже страшно. Везде AI. Сейчас везде будет слать AI. Там, где нет AI. Это уже окупило рублей 200. Это голосовая штука. То есть, условно говоря, я к тебе подношу. Раз, два, три, четыре, пять. Да, и он переведет. One, two, three, four, five. Так. Here I go. Deep type flow. Jacques Cousteau. Never get this low. Вот так. Поток глубокого типа может остановиться. Никогда не опускайтесь так низко. Ну, неправильно перевела. Но в целом это лучший результат за сегодня. Ну да, касательно, с ручкой лучше. Deep type flow. Было Jacques Cousteau. Жак Cousteau не получилось, да. Hello, hello. My name is Daniel and I want to die. I want to pizza with ananas and anchoas, please. Привет, привет. Привет. Меня зовут Даниэль. И я хочу умереть. Я хочу быть с Честным и Чарльзом. Пожалуйста. Он говорит, я хочу быть с ананасами и анчоасами. Я хочу быть с Честным и Чарльзом. С Честным и Чарльзом. Ну, на том свете, видимо, да? Что же Честный и Чарльз? Егор Бутц. Честный. Хеф и Гуд. Флоу. Хи Ридинга Рэп. Хи Рэпер. Если тыс. Итс Гуд. Все знают. У вас должны быть ботинки, которые хорошо текут. Бут. Регион держит здесь. Да, это. Это хорошо. Переводный перевод тут реально есть. Если вам не хватило просто перевода. То вот вам перевод на перевод. Перевод, перевод. Переводище. О май гад, her skin so clear. Tell them bring her over here. Ее кожа такая чистая. Скажи им, приведите ее сюда. Правильно? Абсолютно. Русский говорил чистейше. Она не перевела. А Долинга понимает. Это история. Может переводить и делает это 50-50, но все-таки делает. Здесь есть чат джпт. Можно просто... Настоящий. А, поэтому... Пальчики очень маленькими взять своего ребенка. И может он попадет. Его пальчиками. Или можно зажать, собственно говоря, и говорить. Скажи мне теорему Пифагора. Не понял Пифагора. Он понял. Он говорит, превышено количество обращений. Купи подписку. А-а-а! Понятно. Итого 24 доллара в месяц. В то время, когда чат джпт уже нынче бесплатен. Эта штука еще может сделать интеллектуальную запись. Чат джпт бесплатен? Познать обменный курс биткоина. Всего-то за каких-то сколько? 4 тысячи рублей. Вот допустим... И плюс подписочка. Подчерджи-почи. Подхожу, такой пафосный, как реквизит беру, и такое. Георгий, how are you my friend today now? Ферги, как твои дела? Кто? Have you. Ферги. Какой Ферги? Даня, ты потому что на английском своем мямлишь, потому что... И поэтому ничего не понятно. Давай обратимся к профессионалу. Если ты одинок, но уж больно хочется снимать тик-туки в движении, в этом вам поможет умный штатив с датчиком движения. О, пожалуйста. Пожалуйста. Вот, смотри. О, 2000... 2050 год. Ничего не происходит в нашей жизни. Оскуфение это или нет? Будем разбираться с вами на медне. Погнали. Твою мать, какая дрянь. Что такое? Забыли, что такое право? Он не может делать прокрутку, наверное. А вот так... Нет. Нет. Я сказал, оператор не поспевает за мной, ведь... Понятно. Я сказал... Вообще говно работает. ...не поспевает за мной, ведь... Вы, наверное, меня спросите. Там три. Вот, смотри на меня. Смотри. А теперь я вот так. О. Ты, кстати, вообще ни разу не в центре кадра вообще. Ну, извините. Ты ни разу там не был, Даня. Он держит золотое течение просто. Да-да-да. Чтоб красиво было. Ну, смотри. Иди, и когда он будет идти, в какой-то момент покажи стоп. Хватит. Хватит. Хватит меня снимать. Не надо. А, работает. И все, остановишь. Серьезно? Да. Окей, покажи. Типа вот эта пауза. Нормально. Хватит снимать. Перестань. О, так, Даня, ну-ка. Все. Пойдем, пойдем. Так, за мной. Пойдем, пойдем. Вот. Не дошел. Еще раз оператор. Я здесь. Пойдем, пойдем. Так. Нет. Еще раз. Наверное, не понимаю. Пойдем. Пересвет, наверное. О. Да, видишь, что пересвета. Так, все, нет, еще. Вот так вот сюда, да. Пойдем, пойдем. Идем, идем. Так, сейчас у нас тут злобный момент. Пересвет. Хоп. А поэтому не ловит. Нет, это слишком сильный. Тренировок в парке вы сможете снять круговое видео, избегая солнца. Главное, чуть принорпится так же, как это делает Георгий Бун. Ха. Стоп, мой организм не помойка. За 1300 какой можно купить себе штатив для такой съемки? Можно ли купить штатив? Подсветка. Нет. Можно? Это фигня. Но кольцевой можно. Мне эти товары вызывают диссонанс. Они вроде стоят денег, вроде небольших, вроде немаленьких. Вроде бы, ну, окей. Вроде что-то двигается-то. Да не работает. Ну, что-то двигается, в принципе. И вообще вот этих вот товаров... Но оно не работает. Тренировский пословец. Скупой палатит дважды. Короче, самое нормальное что было? Тебе понравилось? Ухо-колупалка? Ага. Потому что не только ухо можно клупать. А все дырочки ссовать. Ммм, посмотреть. Прикольно. Как будто бы микроскопом. Вообще, если бы был здесь микроскоп, я бы тоже захотела. Интересно посмотреть. Такие вещи. Господи, как я люблю бадминтон и как я ненавижу мух. Самое время совместить приятное с полезным. Хай, Ракс. Электрическая мухобойка? О, мушек показал. Нет, не надо. Ты думаешь, детский голос ты сразу милее стал? Тебя уже не хочется бить, да? Вот, собственно говоря, у нас электромухобойка. Комаров на даче много. Сожрали. А ты такой хоба. Так как проверить? Вот это вот огромная гора мошек, когда вот под вечер комаров прям дофига, вот этой штукой пройтись прям по этой туче. Кайф. А ты кого-то будут бить ей? Он снова реально проиграл? Да он специально проигрывает. Мне нравится, когда его шлепают всякими вещами. Да, ну а я не делал так в счастливом Андрею. Это все-таки не Егора Бойко, а Муха Бойко. Типа током бьет, либо нет, будут проверять сейчас. Нет. А, нет, что-то было. Что-то было вообще. Онемела немножко рука. Слушай, как-то жестко прям стрельнуло. Да, можно языком. То есть, соприкосновение плотью, она бьет током, и комар с мухой подохнут. В принципе, в теории, много мух довольно эффективно. Не, надо было попробовать вес. Может быть, она просто среагирует. Да, мне кажется, муха маленькая может не среагировать. Да, и на мушку тоже. Пробую еще попойти. Надо попробовать сделать с колбасой кем-нибудь микрошарики. И покидать колбасные шарики. Еще с чем-то... Тысяча рублей. За три или пять тысяч можно купить себе фонарь, на который они сами летят и взрываются. А так весело, так эффектно. Еще, видишь, как искрится. Но, с другой стороны, у меня... Есть момент, когда вот ты отдыхаешь на даче. Ну, вообще, два в одном, если дети непослушные есть. Да, и у тебя комары уже так вот, тебе вспрели эти комары, что тебе не хочется сидеть и смотреть, как они летают, москетолом брызгать. Ты берешь вот эту фигню и самолично идешь их вот так вот во все стороны. Тогда да, тогда оправданно. Мне кажется, тут душевное состояние важно. Умные часы. Да чего вы хотите, они действительно умные. Вот, пожалуйста, ватсап, телеграмм, звони и смотри фильмы, играй с собой, серф, что? Это мне надо. Казательство того, что Тони Старк знает, сколько время сейчас. Помимо того, что ты можешь выбрать темку... Так, я уже заинтересован. ...и измерить пульс, все, что могут стандартные часы, ты еще можешь уйти в невероятный мир андроида. Ватсап! Ватсап! Ватсап, аннигер! Попасть на кнопочки, конечно, будет проблематично, но все-таки возможно. На любых часах это проблематично. А, тут еще и подрезали, не адаптировали. Понимаешь, да, вот экранчик не очень адаптирован. Я хочу сабвей серф, можно мне? Вот ты едешь в метро. Что реально? Какой-то адаптированный подчасы. И что? Не адаптированный. Не оригинальный. Довольно легкий. И ты скорее выдавишь себе глаза, чем будешь смотреть куда-то... Они по ходу оригинальные. ...в сабвей серферс. А? Оригинальный? Ух ты! Три фпс! Вау! Он даже назад бежит! Я умею! Дань, тут вниз надо, там же стрелочка. Умеет он. Но экран, я тебе скажу, выглядит прикольно. Я уже дальше, чем ты прошел. Так. Классно играет. А если купить два часа? Да можно так поясить. Два очка будет. Стали потеплее. Будет как очки. Стали меньше. А если я хочу заново начать, допустим, игру, куда мне сюда нажимать? На какую кнопочку из тех, что здесь перекрыты? Мне кажется, вот эта зеленая кнопочка означает заново. А ее, видишь, не видно. У вас есть 2 на 2 нанометра кожа? Тик-ток. Ну, ты понимаешь? Ну, где такое? У тебя нет шансов не деградировать. Да. Конечно. Как хорошо. Нет, скажу тебе, эти часы поумнее, чем часы какие-нибудь дорогие. Только тут жалко не адаптированно. Да, очень слабо просто. Включить камеру. В чем, ты заметил, что сабвайсерса не обещай? Он у них уже сразу скачан сабвайсерс. То есть, они не с плеймаки это качали, а они были предустановлены. Ты покинь, тик-ток, можно ли в обычных часах смотреть? Нет. Нет. Сейчас мы знаем, сколько она стоит. Если она того стоит. А вот на этом, а мне можно. Камера есть. Любимая началась. Да. Ну, кстати, не так лагает. Где? Вот это она. Да, это она. Слушайте, это не считается за шпионский прибор? Вот, смотри, она меня сейчас снимает, а сейчас Андрилку. Есть огромное количество камер в часах. В принципе, дофига. А погодите, а чтобы общаться, нужно вот маленькими кнопочками что-то писать. Да еще как часа более-менее. Ладно, тут не соврали. Своими толстенькими пальчиками. Алло, привет. Как дела? Привет, я сейчас не могу, я на съемках часы надеваю. А в обычных часах так можно? И что, и что, и что? Некоторых, наверное, можно. Я еще видел. Я устаю, пишу, хочу кушать и домой. А ты что, как на это смотришь? Да я тоже думаю, сейчас доснимем пару товаров и домой пойдем. Да все это, похоже, товары. Что-то написано. А знаете что, мне нравится. Даже по дефону, кажется, не подключать. Сколько стоит, подожди, главное, цена. Клайотура попадает. Сколько стоила? Главный вопрос, сколько стоило? 5500 рублей. А вот! А вот это, да, славно. 5 тысяч, ну, вроде... Ну, знаешь, такая альтернатива для людей, которые хотят умные часы, но дорого покупать обычные, потому что реально дорогие. Там единственное, что значит минус. И, по сути, меньше функционал, чем здесь. Не, сделано приложение не подрезанное под них. Ну, да, да, да. Это, конечно, фейл. Это как андроидик маленький, знаете, как маленький телефончик. Да, и логучкой. А если ты не скажешь, это действительно славненько, это не восторг. Я скажу этому товару yes, а этому я скажу no. Он ужасен. Он настолько... Снова отконнектился. У него еще иммунитет. Действительно, его не тронуть, не убить, не... Только еще вылетят за 50 тысяч. Да, все потому что дорогой. Да, вот этот богатый мажорчик. Хорошо родился, да. И вот это от этого еще сильнее раздражает твои подмышки. Я считаю, что высокие технологии еще далековато от нас. А если и не далековато, то стоят очень далеко от нас. Грубо говоря, срать и срать до каких-то свершений, до чуда технологий. Поэтому если кто-то боится, что умный интеллект сместит вас самих, можете не бояться. Как минимум еще годиков пять нам этого не грозит. Ну, где-то так. Чего? Опять со свалидное время, нифига себе. Тесты вот таких херовин за обешенные бабки. Либо платите очень много денег, либо... Блин, я надеюсь, что Чак не покупал твоего робота. Ему дали просто чисто для выпуска его потестировать, что можно будет отдать. Не знаю, я бы жопилась за 50 тысяч просто такого робота. Но я бы не жопилась, если я был каким-то техно-обзорщиком, наверное. Но он же не техно-обзорщик. Вот, 50 тысяч. Будет ходить за вами и неправильно вас понимать. Зачем, когда... Ай... Вот. Ну что ж, ребят, мы это сделали. Много. 500 долларов, да? Даже больше. Я благодарю всех. Я благодарю. Георгия. Можно нормальный телефон хороший купить. Ты очень помог. Да, спасибо. Хороший телефон, в общем. Пожалуйста, что-нибудь нашим зрителям. Роши, пока. Желаю вам много радости и счастья. Спасибо. 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 Ну, обиду, что я смотрю. Ни глаз, ничего нет. Включен. И дизайн, часто говоря, ублюдский. Музыку что-нибудь сломает. Засрал. Нет. Не ломай, не ломай. Ты что? Спасибо за внимание. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо же за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Хм, сложный выбор.